МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. А это значит, что в ближайшие 15 минут мы расскажем вам о самых ярких событиях уходящей недели. Конец прошлой недели ознаменовался великим праздником – Медовым Спасом. Он первый в череде трех Спасов. И как это ни печально, именно с этого дня начинается отсчет последних теплых деньков. О приметах и традициях, связанных с ним, а также о том, как праздник отмечали в нашем городе, расскажем в следующем сюжете. Медовый Спас для многих превратился в день, когда принято активно угощаться медом. Мало кто сегодня способен вспомнить историю этого праздника, традиции и приметы, связанные с ним. Скажите, а что вы знаете о Медовом Спасе? Что бывает? 14 августа. А не знаете никакие, не знаю, может быть, приметы, связанные с этим? К сожалению, нет. Ну что, едят мед в этот день? Просто начинают есть мед. Медовый Спас – это первый из трех православных праздников, посвященных Спасителю. Отсюда и название этих памятных дат. В день первого Спаса церковь отмечает праздник происхождения Древ Креста Господня. И именно с этого дня начинается Успенский пост. В русских православных деревнях Медовый Спас справляли без особой пышности. В эту пору крестьянину было не до гуляний. Но целый ряд традиций соблюдался. До сегодняшнего дня дошла, пожалуй, только одна – угощаться медом. Этой традицией с удовольствием следовали гости праздника, устроенного в честь Медового Спаса на улице Почтовой. Это замечательно, что улица живет. Это наша центральная улица, улица Почтовая. Каждую пятницу собирают гостей, собирают людей, наших рязанцев. И мы радуем праздниками, которые мы готовим силами. И управление культурой, учреждение культуры. В частности, сегодня подготовил Дворец молодежи эту программу. Гости праздника в этот вечер смогли послушать русские народные песни, узнать интересные факты о Медовом Спасе. И, конечно же, все желающие могли угоститься медом. Согласно народным поверьям, именно сегодня заканчивается лето и начинается осень. Но, судя по погоде, так оно и есть. Однако легкая прохладция не мешает людям веселиться, праздновать Медовый Спас и пробовать мед. Ведь именно сегодня пчеловоды должны угощать им всех желающих, чтобы получить в следующем году богатый урожай. По всему выходит, что в 2014 году пчеловоды пожадничали, потому что сейчас они жалуются, что меда в этом году меньше примерно в три раза по сравнению с прошлым. Но, судя по его количеству, представленному на празднике, любителям этой сладости должно его хватить. Ну а начинать употреблять в пищу мед нового урожая можно как раз с Медового Спаса. Ведь почему он так называется? Считается, что с этого дня пчелы перестают носить медовую взятку с цветов и самое время закрывать соты. Однако пчеловоды утверждают, что все зависит исключительно от погоды, а не от даты праздника. На самом деле соты закрыты были гораздо раньше, это опять же зависит от погоды. То есть мед качают именно когда соты запечатаны. То есть мед, который пчела приносит, он достаточно сырой. Потом идет целый процесс внутренний, они его выветривают. И в конце концов получается вот той консистенции, которая необходима, когда соты уже закрыты. Вот в это время можно соты скачивать, мед скачивать. Но традиция есть традиция. Исследуя ей, знатоки начинают есть мед нового урожая именно с этого дня. Кто-то употребляет этот продукт только в качестве лекарства, а кто-то любит полакомиться им просто так. Мед люблю, он очень полезный и детям, и взрослым, и здоровья. Когда заболеешь, как лекарство, а так идет и в салат, и вообще как сладость. Впереди нас ждет еще два спаса, яблочные и ореховые, которые также будут отмечаться на главной фестивальной площадке уходящего летом. Так что не пропустите. За время, пока наша программа готовилась к выходу, успели отпраздновать еще один спас, яблочный. И в этот день в музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова впервые отметили День яблока. Устроить праздник яблока директор музея-усадьбы имени академика Ивана Петровича Павлова Наталья Загрина мечтала уже давно. Ведь яблоко – это душа Павловского сада, в котором первый Нобелевский лауреат получил прививку от лени и праздности. И вот, наконец, первый праздник яблока на родине Ивана Павлова состоялся. Произошло это событие 19 августа, в день, когда все православные отмечают преображение Господне, известное в народе как яблочный спас. А еще именно в этот день исполнилось ровно 80 лет со дня последнего приезда академика на родину. 19 августа 1935 года он приезжал в Рязань поклониться родному порогу. И вот действительно, он, говорят, даже яблоками угощал жителей Рязани. И вот таким образом, префектура нас всегда поддерживает, советского округа. Вот таким образом проводим сегодня этот праздник. Я хочу объединить всех людей, и глубоко верующих, и светских. Понимаете, это общий праздник. Праздник начался с освящения яблок Павловского сада. Ну а потом гостям были предложены различные развлечения. Они могли поучаствовать в яблочной викторине, познакомиться со старинной утварью, которая раньше использовалась для варки варенья, поиграть в городки или крокет. Больше игра на логику здесь, чем на силу удара. Правила самые простые. Нужно с одной стороны поля пройти на поле соперника, как в шахматах, и вернуться обратно. Тот, кто перво возвращается, делает своеобразный целый круг, тот побеждает. В рамки праздника отлично вписался проект российской газеты «Литературное варенье». Идея этой акции родилась у коллектива газеты в прошлом году. Им захотелось ярко и необычно отметить 25-летие родного издания и год литературы. Если 25 лет, если день рождения, то думаешь о том, что должны прийти гости, должен быть красивый стол, чай и варенье. А поскольку год литературы, и нам хотелось посмотреть музей, усадьбу литераторов, просветителей, то мы предложили директорам музеев поучаствовать в проекте. Проект стартовал 27 июня в Спасском Лутовинове, в усадьбе Тургеневых. Там представители российской газеты варили варенье из луговой клубники на розовой воде. Побывали они и в гостях у Островского, и у князей Тенишевых. Теперь в их списке и музей академика Ивана Петровича Павлова. Каждое новое место – новый рецепт. Причем не просто рецепт, а рецепт древней, проверенной истории. Тургенева – это был рецепт его матери. Во Флёнова – это был рецепт из книги княгини Тенишевой. Здесь это рецепт матери Павлова. Главный компонент – это, конечно же, яблоки из Павловского сада. Их варят в антикварных, приобретенных специально для этой акции, медных тазах. Потом, когда варенье будет готово, все желающие смогут его попробовать и даже приобрести баночку лакомства. Кстати, деньги, вырученные от продажи варенья, российская газета передает на благотворительность. Вполне возможно, что нам выпала честь присутствовать на рождении новой традиции. Ведь главное пожелание гостей и организаторов – чтобы праздник «Яблоко» проводился здесь, в музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова, каждый год. Конец лета и начало осени считается свадебной порой. Свадьбы бывают разные – роскошные и скромные, традиционные и не укладывающиеся в рамки традиций. Но вот свадьба на грузовиках в Рязани, пожалуй, прошла впервые. Пожалуй, впервые свадьба двух самых обыкновенных жителей Рязани привлекла внимание такого количества СМИ. Причина – в весьма необычном транспорте, который, как выяснилось, был выбран женихом для свадебного кортежа. Анатолий по профессии дальнобойщик. Видимо, именно поэтому он решил, что украшенные ленточками и воздушными шарами грузовые машины – это именно то, что надо. Невеста, хотя и представляла себе свадьбу несколько иначе, такому решению будущего мужа противиться не стала. Вообще понятие о свадьбе, конечно, было другое. То есть, как бы, какой-то там лимузин, либо там какие-то там чёрные-белые машины стандартные, да. Нет, никогда не думала, что так получится, но как бы в итоге идею поддержала. Мне кажется, здорово. Скорее всего, узнали бы мы об этой необычной свадьбе только в том случае, если бы нам посчастливилось увидеть этот внушительный свадебный кортеж на улице города. Но тут вмешался случай. Дело в том, что одна из наших коллег увлекается лёгкой атлетикой и в свободное от работы время привыкла совершать пробежки. Я упала. И упала очень сильно. Разбила коленку, возвращалась в редакцию с разбитыми локтями и коленями. И случайно проезжавший мимо меня Анатолий предложил свою помощь и отвёз меня в травмпункт. А по дороге рассказал о том, что у него завтра свадьба. И вот такая необычная свадьба на грузовиках. Я подумала, что это нетрадиционно вообще и для Рязани. И рассказала коллегам. И вот тоже решила сделать новость про такую необычную свадьбу. Что ж, на самом деле не так уж и важно, как проходит свадьба и сколько человек о ней осведомлено. Самое главное – счастливая и долгая совместная жизнь. Ну а то, что она у Анатолия и Марина началась с небольшого приключения – это, несомненно, здорово. Наш следующий сюжет для тех, кто любит проводить свободное время, занимаясь спортом. Или для тех, кто хочет подтянуть фигуру и стать более уверенным в себе. Речь пойдёт о полдансе, модном, современном направлении в фитнесе. Среди разнообразия направлений и видов занятий, спортивные школы и клубы всё чаще предлагают полдэнс или полспорт. Танец на пилоне признан видом фитнеса, где пилон используется в качестве спортивного снаряда. Это спорт, улучшающий растяжку и координацию движений, развивающий гибкость и пластику, дающий нагрузку на большую часть мышц. Как отмечают спортсмены, он значительно повышает самооценку и подтягивает тело ничуть не хуже, чем занятия в тренажёрном зале. Может показаться, что для того, чтобы приступить к занятиям, требуется высокий уровень гибкости, выносливости и пластики, хорошей ловкости, координации и физической подготовки. На самом деле все необходимые навыки приобретаются непосредственно на занятиях. Практически все начинают с нуля, то есть каких-то особых требований в плане растяжки, веса или чего-то ещё силы вообще не нужно. Все приходят, начинают заниматься и уже в процессе всё нарабатывается. В нашем сравнительно небольшом городе интерес к пилонному спорту довольно велик. Спортсмены развиваются и, чтобы выйти на новый уровень, многим требуется особая мотивация. Направление полданс на сегодняшний день динамично развивается в нашем городе. Мои ученицы уже достигли того уровня, когда хочется попробовать что-то побольше, поэффективнее. И в этом лагере у нас характер лагеря сам спортивный. Отдыха практически не будет. Тренировки, тренировки на турниках, воркаут. Для этого мы пригласили в лагерь действующего чемпиона мира Кристиана Лебедева. Этот лагерь для девушек, которые хотят совершенствоваться. Они приезжают в этот лагерь, они совершенствуют свой уровень. И смотря какая твоя задача стоит. У всех людей свои задачи. Кто-то приедет пообщаться, кто-то едет потренироваться, кто-то чтобы вырасти. Сейчас начали парни появляться, потому что начали большую делать пропаганду мужского, больше видео начали снимать. И уже как-то парни смотрят, уже как-то приходят, потому что видео стало больше видео, больше видео, больше фото. И больше вариантов поехать куда-то на Арнольд Класси, поехать в Америку, еще куда-то. В спортивном пилонном танце уже больше 10 лет проводятся различные конкурсы и чемпионаты. Для спортсмена важно уметь сочетать трюки. Переходы между ними должны быть чистыми. Большое внимание при оценке выступлений на чемпионатах уделяется качеству исполнения трюков и проработанности таких деталей, как натянутые носки и прямые колени. В большинстве случаев приветствуются оригинальные связки элементов и связь акцентов в движениях с акцентами в музыкальном сопровождении. Стоит отметить, что региональные чемпионаты проводятся и в нашем городе. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. В калейдоскопе новых интересных событий. До встречи на улицах города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова